Левая сторона Южного моста готова на 100%. Сейчас рабочие завершают ремонт правой. Уже демонтировали ограждения, плиты и тротуарные блоки. Также убрали защитный слой проезжей части. Отремонтировали деформационные швы. Сейчас остается установить фонарные столбы и уложить асфальтовое покрытие. Готовность объекта составляет 95%. Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, которые отличаются повышенной прочностью и скоростью схватывания. После сдачи в эксплуатацию подрядчик обеспечит гарантийное обслуживание обновленных мостовых конструкций в течение 8 лет, а дорожного покрытия в течение 5. Завершают работы на путепроводе «Аврора». Сейчас рабочие трудятся на правой стороне. Еще нужно завершить ремонт деформационных швов, уложить нижний слой асфальта, установить перилы и фонарные столбы. Путепровод готов на 93%. Ремонт заводского шоссе выполнен на 54%. Рабочие уложили два нижних слоя асфальта и приступают к устройству третьего. Согласно проекту, после ремонта ширина проезжей части заводского шоссе составит 14 метров. Сейчас на участке в более чем полтора километра в две смены работает полсотни человек и около 20 спецмашин – самосвалы, грейдеры, бульдозеры и экскаваторы. Завершена оплатка теплотрассы, заканчивается обустройство ливневой канализации и ведется установка опор освещения. Работы планируется завершить к 30 октября. Ремонт проходит в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На финишную прямую вышел капитальный ремонт площади Куйбышева. Уже в ноябре здесь состоится традиционный парад памяти. Капитальный ремонт, который ведется в рамках проекта «Комфортная среда» идет по графику. План выполнили на 90%. Особое внимание к качеству. Первые пробы асфальта взяли специалисты муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Уже по внешнему виду проб можно сказать, что покрытие качественное. Чтобы более тщательно проверить качество нового асфальта, образцы отправят в лабораторию. Всего на площади взяли 18 проб, чтобы проверить покрытие на всей территории. Памятник народному артисту СССР Эльдару Рязанову появится в Самаре. Установить его планируют в сквере, названном именем режиссера. Сейчас его территорию приводят в порядок. Кладут тротуарную плитку, сажают кустарники. Гарантию на ремонт сквера Рязанова подрядчик дает пять лет. Сроки укладываются. Завершить работы планируют уже на следующей неделе. На каждом этапе ремонта контролируют городские власти. Две с половиной тысячи многоквартирных домов отремонтировали в регионе за весь период действия программы капитального ремонта. Что нужно привести в порядок в первую очередь, крыши, коммуникации или фасад решают сами жители. В этом году по плану на ремонт чуть больше тысячи зданий. Сейчас работы выполнены на 70%. В ближайшие два месяца представители фонда капитального ремонта совместно с жителями будут принимать работы подрядчиков. В 2018 году запланировано отремонтировать почти тысячу домов. В Самаре по федеральной программе формирования комфортной городской среды до конца года приведут в порядок 196 дворов. Главное условие этой программы – активное участие жителей, которые сами принимают решение, что именно нужно сделать. Озеленение, обустройство детской спортивной площадки, зоны отдыха, ремонт проезда, установку ограждений и малых архитектурных форм. Контролируют проект общественники. Для этого управдомы и активные жители прошли специальное обучение. Если у них возникают вопросы, подрядчик сразу реагирует на все пожелания. Город готовится к чемпионату мира по футболу по всем фронтам. Остановочные павильоны – не исключение. В Самаре обновляют остановки. Старые, ветхие и аварийные меняют на новые стеклянные. Новые остановки появляются на въездах в город. Следить за их состоянием будет муниципальное бюджетное учреждение «Самара Информресурс». На содержании в учреждении находится более 400 остановок. Ежемесячно их очищают от незаконных рекламных объявлений, а также производят текущий ремонт стекла, лавок и других составных частей. До конца октября в Самаре установят 88 новых остановок. Капитальный ремонт фонтана в сквере «30 лет победы» на улице Молотогвардейской полностью завершен. В настоящее время завершается благоустройство самого сквера. Рабочие приводят в порядок газоны. Фонтану заменили коммуникацией, чашей, насосное оборудование. Также его оборудовали подсветкой. Субтитры создавал DimaTorzok